Если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям. Теорема Томаса Любое видео на околополитическую тему полезно начинать с упоминания одного любопытного эксперимента. Испытуемых помещали в МРТ аппарат и презентовали им политические убеждения, которые противоречили их собственным взглядам. В мозге участников эксперимента начинали твориться необычные вещи. Активировались области мозга, отвечающие за самоидентичность и эмоциональную реакцию на реальную угрозу. Будто кто-то покушался не просто на его убеждения, а на жизнь. Конечно, при такой картине не стоит даже говорить о рациональном и критическом мышлении. Помни об этом, если по ходу видео будут задеты твои политические взгляды. Я же, в свою очередь, постараюсь максимально абстрагироваться от собственных предпочтений и поместить явление пропаганды в такой вакуум, чтобы ничего не отвлекало по ходу. Действа. Но все мы люди и вряд ли у меня что получится. Так, что такое пропаганда? Пропаганда или медиаманипулирование, по мнению американских ученых Арнсона и Протканиса, распространение какой-либо точки зрения таким образом и с такой конечной целью, чтобы получатель данного обращения приходил к добровольному принятию этой позиции, как если бы она была его собственной. Ты сейчас, наверное, подумал, ну, мной это никто не манипулирует. Боюсь, что ты заблуждаешься, потому что суть манипуляции как раз в том, чтобы манипулируемый не понимал, что его пытаются в чем-то убедить и воспринимал обновленное мнение как свое собственное, а не навязанное извне. Не нужно думать, что медиаманипулирование это обязательно плохо и присуще только недемократическим режимам, промывающим мозги населению. Медиаманипулирование, как и всякое манипулирование, универсальная вещь и может быть направлено и во благо. Можно пропагандировать критическое мышление, книги Брэдбери и Бег трусцой. Вообще-то сам еще тот манипулятор. Согласись, что ты не такой милый и добродушный, как при посторонних. И вообще, правила социального этикета отчасти построены на стремлении создать у окружающих позитивный образ себя для достижения каких-то определенных целей. Ну, чем не манипуляция? А если тебе пришлось бы манипулировать аудиторией побольше? Представь, что ты оказался у штурвала пропагандаши на государственном уровне. Страшно? Давид, ответственность? Не пугайся, мы тебе поможем. Фабрикуй реальность. Твоя главная задача – создать для населения виртуальную альтернативную реальность. Если не получается сделать так, чтобы всем все нравилось, нужно объяснить всем, что им все нравится. Олицетворением этой альтернативной действительности является информационная повестка. Это ограниченный список тем, о которых твоим подданным следует думать и которые следует обсуждать, не высовываясь за пределы списка. Чтобы выяснить, какова информационная повестка сегодня в отдельно взятой стране, достаточно посмотреть новости. Можно всего лишь на одном канале, на остальных, поверь, все будет приблизительно то же самое. Потому что новостная повестка, она на то и повестка, чтобы быть стандартной. Послание Путина уже называют концепцией сбережения наций. И помощь, которая придет из России, очень нужна сейчас американцам. Украинские власти оказались в центре скандала. Это хороший сигнал обществу, что у нас стабильная политическая обстановка. В США проводился эксперимент, для которого были набраны несколько групп испытуемых. Каждая группа в течение недели смотрела новости, в которых акцент был смещен на определенную проблему мишень. Одним вталдычивали про загрязнение окружающей среды, вторым о слабостях американской обороны, третьим об инфляции. По итогам участникам эксперимента предлагали оценить деятельность некоторых политических фигур. И что неудивительно, в своей оценке они исходили в первую очередь из того, как тот или иной политик справляется именно с проблемой-мишенью. Заметь, что топ-тем масс-медиа и топ-тем волнующих умы граждан может отличаться. А иногда настолько разительно, что подумаешь, что дело происходит в разных странах. В одной стране людей волнует повышение тарифов ЖКХ, падение реальных доходов населения. А в другой... Над Красной площадью заиграла бодрая песня про то, что в хоккей играют настоящие мужчины. Владимир Путин вышел на лёд. Морин по понятным причинам появляется в кепке. Мамаев не комплексует. Обоих по местным правилам побрили после этапа. Но не допускай, чтобы актуальная и сфабрикованная действительность слишком сильно расходились. Чем это чревато? В конце видео. Укрепляй спираль молчания. Как для пропагандиста для тебя есть хорошие новости. По словам Валерия Соловье, доктора исторических наук, подавляющее большинство людей в любом обществе, около 80%, составляет контингент, готовый согласиться с любым мнением, если это мнение разделяет большинство. Это, похоже, как-то детерминировано на биологическом уровне и позволяет привнести стабильность в группы. И доля нонконформистов тоже, как правило, неизменна, около 3%. Вечные 2% дерьма. Возникает так называемая спираль молчания. Это когда люди, видя, что их взгляды и мнения противоречат мнениям, распространяемым масс-медиа, начинают думать, что они в меньшинстве и не решаются публично высказывать свои взгляды. Поэтому, если тебе поступило задание укрепить позиции какого-то политика, совсем не обязательно доказывать каждому, какой он замечательный парень. Достаточно просто создать видимость того, что большинство от него уже и так без ума. В политологии это называется эффектом фургона с оркестром. Для этого используй соцопросы, составленные особым коварным образом. То есть, ни в коем случае не спрашивай, доверяете ли вы принцу Лимону. Правильнее так. Кто вам менее противен? Принц Лимон? Или сеньор Помидор? Эта уловка, кстати, называется ложной дилеммой. Типа ты делаешь вид, что третьего не дано. Но худой конец опрашивает только принца Лимона и его свиту. Покажи зрителям несколько лиц из народа. Желательно, чтобы они были разного пола и возраста, чтобы каждая социальная группа нашла с кем отождествиться. И пусть они расхваливают новую инициативу принца Лимона и говорят о том, что точно придут и проголосуют за. А еще лучше собрать митинг. И не беда, если на него явятся три коллеги. Картинку всегда можно немножко подправить. У тебя в распоряжении кудесники операторы и монтажеры, которые преподнесут события как надо. А количество участников можно немножко преувеличить. Главное, не забывай о приеме под названием «магия чисел», суть которого в том, что люди воспринимают информацию как более надежную, если она проиллюстрирована количественными данными. А еще больше верят точным числам, а не округленным или приблизительным. Поэтому у тебя на митинге было 552 400 человек, а у оппозиции, ну, где-то от 2 до 15 суток. Поздравляю! Самое главное сделано. Теперь твоя аудитория думает, что большинство за принца Лимона и его инициативы. И публично выступать против бессмысленно. И более того, грозит общественным порицанием. А у себя на кухне пусть судачит что угодно. Целься прямо в сердце. Вот тебе и еще один лайфхак. Человек в первую очередь испытывает эмоциональную реакцию, а потом только думает. Таким уж делала его матушка эволюция. А поэтому твоя цель это не разум, а эмоции, и в первую очередь страх. Лучше всего рассказывать не о том, как здорово и замечательно живется при принце Лимоне, а о том, какой без него наступит хаос и пиздец. Показывай, пусть это даже займет 80% от новостной повестки, какие зверства и бесчинства, и вообще фу, творятся в соседних странах, жителям которых не посчастливилось оказаться под чуткой рукой мудрого и решительного принца Лимона. Здесь можно объединить сразу два приема. Пугающая альтернатива, ну неужели вы хотите как там, и меньшее зло. Ну да, у нас в царстве не все благополучно, но зато битье плетьми упразднили. В целом эта стратегия зовется торговлей страхом, но в сытое и благополучное время она плохо работает. Люди в таком обществе плохо ведутся на лозунги «Весь мир против нас», «Враг возле наших дверей», «Объединимся вокруг лидера», просто имея в виду. Разумеется, это лишь маленькая долька из всех существующих приемов пропаганды, так сказать, самые азы. Тема медиаманипулирования слишком обширна, чтобы уместить ее в такое небольшое видео. И если ты, юный пропагандист, нашел эту тему интересной, напиши нам об этом в комментариях, и мы обязательно сделаем продолжение. Несмотря на то, что я старался представить пропаганду как нечто нейтральное, к некоторым ее проявлениям относиться нейтрально просто не получится. Все дело в эффекте, который она производит. Если она способствует росту ненависти, снижению уровня жизни, оглуплению населения, с такой пропагандой нужно бороться. Можно, например, подрывать доверие говорящим головам, рассказывая об их двуличии, европейском гражданстве, что само по себе неплохо, но только если ты не ведешь беспрестанную информационную войну против этой же Европы, ловя их на лжи и поднимая их ложь на всеобщее обозрение. Поздравляю вас, господин Саврамшин. Но, скорее всего, эта контрпропаганда не возымеет эффекта по одной простой причине. Она достигнет сознания только тех, кто готов это услышать, кто и так уже потерял всякое доверие к СМИ. А большинство просто закроется от этого типа информации, как от чего-то, что представляет угрозу их картине мира и им самим. Более того, какой бы тип коммуникации ты не выбрал для этих разоблачений, он вряд ли сможет перекричать телевизор. На сегодняшний день самый эффективный способ медиаманипулирования. Поэтому выход только один. Не смотреть телевизор. И по возможности оградить близких от его воздействия. Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время. Авраам Линкольн. Неминуемо наступает момент, когда расхождение между настоящей жизнью и сфабрикованной реальностью становится слишком большим, чтобы его больше не замечать. До этого невидимое перед глазами призма дает трещину, и обнаруживается иллюзорная природа этой второй сфабрикованной реальности. И она рассыпается, будто карточный домик вместе со спиралью молчания. Но и тогда, будь уверен, придет кто-то, кто предложит новую, альтернативную реальность. И она снова окажется привлекательнее оригинала. И повторится все, как в старе. Кристоф, позвольте спросить, почему, на ваш взгляд, Трумэн до сей поры так и не понял, в каком же мире он на самом деле живет? Мы понимаем реальность такой, какой нам ее преподносит. Элементарно. Продолжение следует...